Разрушить стену непонимания. Исполнение антитабачного законодательства, влияние пьяной преступности на оперативную обстановку в городе, а также противодействие наркомании, в том числе среди несовершеннолетних. Эти темы стали главными на встрече общественного совета при ОМВД с горожанами. Представители структур власти вступили в открытый диалог с молодым поколением и рассказали о том, как не разрушить свою жизнь из-за мимолетной эйфории. Подростки, в свою очередь, не стесняясь, могли задать любые интересующие вопросы. Все подробности в материале Елена Крабко. В коротких социальных роликах заключен глубокий смысл. Однажды, поддавшись соблазну почувствовать веселье и легкость, ты становишься рабом зелья, будь то алкоголь, сигареты или наркотики. Это уже третье заседание общественного совета. Как считают его организаторы, такие встречи постепенно разрушают стену непонимания между представителями правоохранительных органов и новорингойцами. Жителям города необходимо знать, какова ситуация на его территории. То официально в Новом Уренгое 152 больных с диагнозом наркомания. В том числе один несовершеннолетний, который появился впервые за последние 10 лет. Средний возраст задержанных за правонарушения не превышает 26 лет. Сегодня наркорынок претерпевает качественные изменения из-за растущего интереса подростков к синтетике. Происходит значительное омоложение потребителей и мелких распространителей. Если раньше пристрастие к дурманящему веществу появлялось у людей в 23-27 лет, то сегодня специалисты уверенно заявляют, наркотизация начинается с 16-17. Это заметно сказывается на физиологическом, моральном и даже социальном уровне человека. Как говорят сами ребята, делаешь две затяжки, все, мозг отключается, просыпаешься уже в медицинском учреждении, смотря в белый потолок, и пускаешься вину пузырями. Для того, чтобы не допустить, повторюсь, есть шикарное, хорошее русское слово «нет». Достаточно легко отказаться. Статистика и рассуждения представителей власти о серьезных вещах пробуждают у собравшихся желание высказаться. Их интересовали вопросы о том, есть ли тенденция к снижению злоупотребления, как найти способ, который бы раз и навсегда отвернул от невидимого зла, и как можно помочь людям, ставшим не на тот путь. Если раньше с наркоманом на пятый-шестой день уже можно было работать, сводить его обратно в социум, начинать, то с синтетикой это как минимум, наверное, третья-четвертая неделя мозг начинает что-то там соображать. Но это все лишь только при желании самого наркомана. Если кто-то употребил, это все, дорога в один конец, в поверьте. И то, что некоторые улыбаются, что это проходит мимо, это не проходит мимо. Работает целая индустрия вовлечения не только в наркопотребление, но и вовлечения в наркозбыт. Вот за первый квартал вот этого года трое ваших сверстников, одному 15, двум 17 лет, были вовлечены в преступную деятельность и являлись бытчиками в составе преступных групп. И сейчас каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы. Жажда наживы – вот что управляют людьми, которые занимаются сбытом не только наркотических веществ, но и сигарет. В России с 2012 года действует антитабачный закон, который направлен на то, чтобы искоренить проблему курения. Но административная ответственность не пугает новорингойцев. Они продолжают дымить в подъездах и на лестничных клетках. За текущий период таких правонарушений у нас выявлено 85. Для сравнения, за весь прошлый год их было всего 90. Запретить запретили, а условий не создали. В России подростки не понимают, как быть тем, кто не желает расставаться с пагубной привычкой, но и не хочет травить окружающих. По мнению экспертов, в числе которых полицейские, врачи и специалисты госнаркоконтроля, лучший способ борьбы с врагом не внушение и не рассуждение, а личное отношение каждого к проблеме алкоголя, табакокурения или наркомании, как к чему-то ужасному. Это воспитание прежде всего должно идти из семьи. Елена Коробко, Давид Авитошвили, Служба новостей, «Импульс».